Инспирационный и мотивационный форум развития женского предпринимательства социальным акцентом прошел в Бресте в рамках большого образовательного проекта, цель которого – обучить представителей из прекрасного пола ведению бизнеса, помочь в организации собственного дела. Мы сегодня проводим одно из стартовых мероприятий нашего образовательного курса – инспирационный форум для женщин, которые хотят начать свой бизнес социальным акцентом. В качестве выступающих мы постарались пригласить наиболее ярких представителей социальных предприятий нашего региона, Я думаю, что это будет новая для многих участниц информация. И в качестве экспертов, выступающих у нас будут представители всей нашей большой команды. Это и немецкие партнеры из Берлина, это и минские партнеры, и ОДБ Брюссель, Белорусский союз предпринимателей, социальные технологии бизнеса, белорусская женская сеть. У нас большая команда, мы все совместно работаем над тем, чтобы запустить образовательную программу для женщин. Социальное предпринимательство как предпринимательство вообще очень важно и актуально для Белоруссии в том, что это в первую очередь решение социальных проблем, это создание рабочих мест. А социальное предпринимательство позволяет еще с коммерческим подходом, с деловым подходом решать социальные проблемы. Потому что мы вкладываем такое понятие, это деловая активность направлена на решение социальных проблем, как в сфере культуры, экономики или экологических. Как правило, к идее организовать собственное дело приходят молодые, энергичные и в то же время опытные женщины. Это показывает социальный портрет участниц проекта. Им от 30 до 40. Они уже имеют опыт работы в какой-либо организации, однако полны энергии и желания заниматься еще каким-нибудь видом деятельности и обучаться. Идей на самом деле много, их несколько. Наверное, наиболее важные на данный момент – это возможность создания системы по сбору и утилизации пришедших в негодность либо отработанных лекарственных препаратов, которые так или иначе собираются у населения и негативно влияют при выбросах на окружающую среду. Одна из идей – это возможность открытия моделей, внедрения моделей вермикомпостирования, поскольку это тоже экологическое направление, которое позволяет сделать чище, лучше окружающую среду. Современный малый и средний бизнес Беларуси лишь на 25% представлен дамами, а ведь женское предпринимательство является надежным и весьма перспективным сегментом в развитии белорусской экономики. Как показывает практика, представительницы прекрасной половины человечества являются надежными партнерами. Они реже идут на необдуманный риск и всегда стремятся к результату. Такова статистика, которой апеллируют банки. Женщины ведут более устойчивый бизнес. Может быть, он не такой крупный, но он более устойчивый, более стабильный, более продуманный. Потому что женщины отвечают не только за себя лично, но и за свою семью, за своих детей. И все их решения отличаются большей взвешенностью, нежели у мужчин. Поэтому этот сегмент, конечно, интересен. Сегодня в нашей структуре клиентов это только 35%. Мы хотим, чтобы этот процент стал минимум 50%. Вопросы развития деловой инициативы сегодня находятся на особом контроле главы государства. Одно из последних поручений в этой сфере – максимальное упрощение процедуры регистрации при минимальном количестве бюрократических трудностей, но при условии ведения прозрачной отчетности. Сегодня тенденция идет, и это заложено в проектах нормативных правовых актов, подготовленных. Тенденция к тому, чтобы ряд видов деятельности также сделать уведомительным. Ты должен соблюсти требования, которые будут минимально установлены для того, чтобы обеспечить безопасность, здоровье, например, наших граждан, пожарную безопасность. Минимальный требований, набор требований, он, конечно же, сохранится. Но это уже перекладывается ответственность на самого предпринимателя. Он, ему не надо получать разрешение, он сам эти требования соблюдает, в уведомительном порядке сообщает о том, что такая деятельность начинает им осуществляться. Тем самым с момента создания субъекта хозяйственной до момента открытия и начала ведения бизнеса проходит минимальный срок.